В Северной Осетии продолжается массовая вакцинация. Необходимого числа привитых для коллективного иммунитета в республике еще не достигли. Однако на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом количество желающих вакцинироваться возросло. В связи с этим у многих граждан возникают вопросы относительно вакцины, противопоказаний и побочных эффектов. Моя коллега адресовала эти вопросы компетентному специалисту. Подробнее в материале Алины Хасцаевой. Вот сейчас разгар аллергии, сезон аллергии тоже. Как не перепутать аллергию с коронавирусом? Какие первые признаки? Аллергическая реакция достаточно сильно отличается от коронавирусной инфекции. Если мы говорим про респираторную аллергию или аллергию на пыльцу, то один из самых первых признаков такой аллергии – это частое чихание, зуд в носу, к этому может присоединиться зуд глаз, конъюнктивит и воспаление век. То есть это вот самые такие распространенные симптомы респираторной аллергии на пыльцу. Температура при этом, как правило, не повышается. При коронавирусной инфекции нос, горло там сухое, горло может немножко как бы драть. Потом появляется температура, боль в грудной клетке и кашель. То есть симптомы достаточно хорошо различаются. Но некоторые пациенты, понятно, могут путать и аллергию, и начало коронавируса. Особенно те, кто у них сезонная аллергия, начинаются. Перейдем к теме вакцинации. Расскажите, пожалуйста, о том, какие основные противопоказания для вакцинации. Абсолютным противопоказанием к вакцинации любой вакцины, не только вакцины от коронавируса, является какая-то патологическая резко выраженная реакция на предыдущее введение той же самой вакцины. Такие реакции, ну, крайне редко, то есть это частота там 1 на несколько миллионов введенных доз. И если говорить про самую распространенную вакцину, которая называется спутник ВИИ или спутник 5, значит, на эту вакцину и у нас, и у зарубежных наших коллег, которые все тоже отслеживают, ни разу не было каких-то поствакцинальных реакций, которые бы хотя бы потребовали госпитализации, не говоря уже о том, что какие-то серьезные осложнения там или смерть наступила у пациента. Таких реакций ни разу не было. Относительными противопоказаниями к вакцинации является, ну, период острого заболевания, ну, в частности, если у вас сейчас аллергия на пыльцу, то это относительно временное противопоказание. То есть до окончания сезона аллергии вот дается временный медицинский отвод. Вы сами вакцинировались? Да, я вакцинировался полной дозой спутник ВИИ, два раза, ну, в смысле, две инъекции. А почему именно эту вакцину выбрали для себя? Во-первых, это самая изученная, самая эффективная и самая безопасная вакцина. Я не только говорю про Российскую Федерацию, а если даже сравнивать с вакцинами всеми остальными, которые в мире производятся, спутник ВИИ – это одна из самых безопасных вакцин для здоровья вакцинированного человека. Как любая вакцина, она, естественно, может вызвать некоторые поствакцинальные реакции, но это совершенно нормально, это любая вакцина. Не то, что там может вызвать, а она должна их вызвать, потому что, вводя вакцину, мы вызываем ответ иммунная система на эту вакцину. И вот люди ощущают, что у них, у одних, иммунная система достаточно бурно реагирует на введение вакцин, а другие люди вообще ничего не ощущают, то есть у них иммунная система не настолько сильно возбуждается, чтобы ощутить вот эти поствакцинальные реакции. Если сравнить вакцины, которые сейчас доступны для населения, в чем между ними отличие? Вакцина, в которой человек должен вакцинироваться или подлежит вакцинации, должен быть за врачом, который выбирает соответствующий инструмент для вакцинации. Для массовой вакцинации, вот такой именно массовой, был предназначен спутник ВИИ. И она, вот эта вакцина отвечает всем требованиям по эффективности, безопасности, там и так далее. Две других вакцины, вот Кови-Вак и Эпи-Вак-Корона, они предназначались для вакцинации отдельных контингентов, которым по каким-то причинам не подходит вот спутник ВИИ. И вот этот выбор должен делать не пациент, который исходит из каких-то соображений непонятных, а врач, исходя из показаний или каких-то наличий дополнительных противопоказаний у самого пациента. Нужно ли прививаться тем, кто переболел ковидом, и зачем, если нужно? Прививаться нужно, потому что люди, переболевшие ковидом в разной форме, у них нестойкий достаточно иммунитет возникает, к сожалению, нестойкий иммунитет. Вы знаете, вот ровно год назад у нас в медицинской среде, среди иммунологов, были дебаты на эту тему, ну все-таки какой же будет иммунитет, стойкий или нестойкий. Почему такие дебаты были? Потому что коронавирусная инфекция, это инфекция из рода ОРВИ. А ОРВИ они не дают стойкий иммунитет, то есть ОРВИ вы можете каждый год болеть заново, заново, заново. Ну, собственно говоря, так и произошло, то есть коронавирусная инфекция дает нестойкий иммунитет, и самое главное, что люди, которые болеют коронавирусной инфекцией в той или иной форме, особенно там тяжелые заболевания, у них изначально их иммунная система была повреждена. То есть до того, как они подцепили коронавирус, у них иммунитет был слабый. Поэтому они, собственно говоря, заболели и заболели в более-менее выраженной форме. И вот сейчас наши знания говорят о том, что в течение полугода вот этот иммунитет угасает. Поэтому нужно ревакцинироваться. Точнее говоря, не ревакцинироваться, а пройти вакцинацию заново.